Настоящая кампания по борьбе с автомобильными пробками развернулась в столице республики Татарстан. Наконец, многочасовым пробкам на подъезде к городу пришел конец. Накануне открылось движение по первому участку дублера Горьковского шоссе. Четырехполосная трасса с велодорожкой длиной чуть более шести километров уже начинает разгружать дорожный трафик. Новый участок дороги пролегает от улицы Несмелого до Храма всех религий. Всего под строительство трассы было выкуплено свыше трехсот земельных участков. Доль дороги установлены шумозащитные экраны и высажены деревья. На протяжении всего отрезка трассы уже оборудованы автобусные остановки и пешеходные переходы. Ой, это просто прелесть. С удовольствием прямо прыгудешь. Там и лес, и все там очень хорошо. Очень хорошо. Там была старая где, которая, ой. А вот здесь очень хорошо. До дома нам всего 10 километров. Я даже в педагогом хожу до речного порта, ой, до речного техника в 5 километров. Вот. Ну, как повлияло? Нас снесли, нам компенсировали. То есть мы опять купили участок в этом же месте, ну, в другом СНТ. Вот. То есть нам место очень нравится. Дорога нам вообще для нас прекрасна. То есть нам все нравится. Волга рядом, лес рядом. Все прекрасно. Важно отметить, что сейчас, в принципе, достаточно активно строится и ремонтируется дорожное покрытие не только на подъездах к Казани, но и на территории города. Строительство дублера Горьковского шоссе реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». И это не единственный крупный объект. Чтобы облегчить въезд с противоположной восточной стороны Казани планируется открытие дублера Мамадышского тракта. Вознесенский тракт, как и дублер Горьковского шоссе, будет выходить к федеральной трассе М7. Не останется без внимания и южный въезд. В этом направлении дорога особенно нагружена в дачный сезон, в том числе в районе села Сокуры. Для устранения этих неудобств принято решение строительства обходной дороги, которой изначально так и должны строиться дороги не через населенные пункты, а в обход данных населенных пунктов. Напомним, что сейчас также в активном темпе строится мост через Волгу, который станет частью федеральной трассы М12. Когда она завершится, в связке все четыре проекта помогут избавиться от пробок на въезде в Казань. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.